О самых интересных событиях из мира кино. Нет, стоп, подожди. Это давно уже не в тренде. Этот выпуск надо начинать как-то по-особенному. Все-таки первый выпуск нового сезона. Ну, давай. А как мы будем это делать? Ну, например, дадим старт свистком. Старт нового сезона самой классной утренней программы о кино. С вами Ирина Вышигородцева. И Мария Ирунич. И мы начинаем. Ну, давай, рассказывай, что интересного произошло у тебя за время отпуска. Ну, смотри, я, значит... Все, ладно, поняла. Я ездила на море, болела за сборную России на чемпионате мира по футболу, купила себе много летних шмоток, выдала замуж парочку подруг, пересмотрела кучу крутых фильмов. В общем, столько всего произошло. Так сразу все и не расскажешь. И слава богу, никому не интересны твои скучные истории, и тех, кто еще не был в отпуске, явно бесит твое сейчас счастливое лицо. Ну, это их проблемы, и мои истории вообще-то не скучные на минуточку. Один только рассказ о том, как мне подарили улитку, чего стоит. О, это круто. Тем более, это точно твое тотемное животное. Оно такое же медленное, как и ты. Вот ничего, она, кстати, и не медленная. До ней глаз да глаз нужен. Но она не такая быстрая, как Тео, например. Кто это? Это турбо-улитка-гонщик. И не смотри так на меня. Я знаю, что это мультфильм. И знаю, что глупо нарисованного персонажа с реальной улиткой сравнивать нельзя. Но это безумно крутой мульт. Хочешь? Хочешь, расскажу. Но хочешь, ведь вижу, что хочешь. Не хочу, но ты же все равно не отстанешь. Нет. Давай, рассказывай. Для тех, кто не смотрел, сюжет вращается вокруг обыкновенной садовой улитки, которая живет в мире людей и мечтает стать знаменитым гонщиком. И однажды она получает возможность передвигаться с невероятной скоростью. Ну, и что ты молчишь, а дальше? На этом все. В смысле? Ты чего халтуришь? А про приключения рассказать? Или там, как он готовится к гонкам? Могу лишь сказать, что в озвучке приняли участие самые крутые ребята. Райан Рейнджельс, Симуэль Джексон, Симуэль Джексон, Дрюси, другие. В общем, самые-самые крутые. И не важно, как их можно называть крутые ребята. В общем, я поняла. У нас первый выпуск нового сезона, а ты совсем не подготовилась. Ладно, сейчас реабилитируемся. А пока по традиции расскажем, какие новинки ожидают вас в кинотеатрах уже на этой неделе. Пошли посмотрим. Пошли! 18 октября во всех кинотеатрах России стартует безупречная жизнь. Казалось бы, жизнь улыбается Жилу. У него большой дом, отличный автомобиль и непыльная работа. Однажды Жил берется помочь незнакомцу, не догадываясь о том, что его подстерегает смертельная опасность. Еще одна новинка проката – фильм «Примадонна». Главная героиня всегда мечтала петь на сцене, вот только слухом и голосом природа ее не наделила. Но разве отсутствие таланта – это препятствие для человека, который изо всех сил стремится к исполнению мечты? А звание самой никудышной певицы, как оказалось, далеко не всем может испортить настроение. Столько всего интересного произошло в мире кино, пока нас не было. Представляешь, сценарист Ханна Соло перепишет пятого Индиану Джонсон. Или вот, подожди, Ребекка Фергюсон снимется с Юэном Макгрегором в сиквеле «Сияние». А, нет, погоди, это уже тухлая история. А вот еще Джаред Лето сыграет живого вампира в фильме «Морбиус». Ну давай уже на чем-нибудь одном остановимся. Давай, и предлагаю на прошедшем в сентябре вручении премии «Эйми-2018». Что это? Это аналог Оскара, но только в мире сериалов. Ну и кто у нас в 2018 году отличился? Настоящий фурор на церемонии произвела новая комедия сервиса «Амазон» – удивительная миссис Майзл, завоевавшая целых пять статуэток, в том числе как лучший комедийный сериал. Лучшей драмой стал сериал канала HBO «Игра престолов». А вот антология «Американская история преступлений» – ужасов. «Преступлений» – давай не лезь тут, это совершенно два разных сериала. Так вот, «Американская история преступлений» победила в категории «Лучший сериал» с ограниченным количеством эпизодов. Какая дурацкая номинация! Впервые я с тобой согласна. В общем, если вы не смотрели ни один из этих трех сериалов, к просмотру рекомендуем вам однозначно. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы... Смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Рунич и Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова